Добрый день, уважаемые коллеги! Это обзор рынков компании «Тикфилос». Я Артур Ильзатуллин. Крикорывенная пауза в количественном сключении от ЕЦБ оказалась для европейской экономики тяжелым испытанием, провалившей первый же стресс-тест в виде торговой войны между Китаем и США и последующего сжатия экспорта. На заседании в четверг Драги заявил, что не было необходимости голосовать о возобновлении количественного смягчения, так как все члены совета были солидарны в необходимости действовать, и значительное большинство проголосовало за возобновление количественного смягчения. В спектре ожидаемых сценариев решения ЕЦБ определенно было мягче нейтрального, так как, по сути, ЕЦБ дал максимальную степень гарантии политики, то есть количественное смягчение столько времени, сколько это потребуется. Однако классическая реакция на таком решении европейской валюты вниз и европейский банды наверх продлилась недолго, и вскоре евро перешел в рост и перевалил сегодня за отметку 1.11. Тогда какой информацией руководствовался рынок, что послужило именно такому движению евро? Во-первых, значительное большинство отдавших голосов за количественное смягчение в исполнительном совете ЕЦБ могло оказаться ложью. Впервые за 8 лет президентства Драги разногласия ключевых членов достигла апогея, как сообщает, например, Булберг, ссылаясь на анонимные источники, кроме публичной оппозиции на программе количественного смягчения, Среди них есть глава датского ЦБ, глава немецкого ЦБ Вайдман, член исполнительного совета ЕЦБ Лаузеншлагер. Против нетрадиционных мер также высказался глава банка Франции Франсис Виллеры. Страны, которые они представляют, здесь можно видеть на картинке, именно те страны, которые были против возглавления Куэ, они составляют почти половину европейского региона с точки зрения выпуска и населения. К ним также могли присоединиться коллеги из Австрии и, например, Эстонии и также главный экономист ЕЦБ Вайдман Ферре. Большинство, о котором заявил Драги, могло оказаться минимальным, и поэтому он заявил о том, что не потребовалось голосование для того, чтобы принять решение. Так как, если бы были опубликованы результаты голосования, то было видно, что большинство перевес был одержан как раз-таки за счет стран периферии или стран со слабой фискальной дисциплиной. Усиление оппозиции, сообщенное рынку через результаты голосования, создавало бы риски сохранения курса на количественное смягчение при президентстве в Агарх, и озвученная твердость о гарантии политики могла бы быть менее однозначна для рынка. А это уже как бы провал в стимулировании инфляционных ожиданий через количественное смягчение. Из реакции евро, которая перешла в рост, можно заключить, что рынок сомневается в официальной позиции ЕЦБ именно из-за возникших слухов, из-за этого возникшего мятежа, из-за того, что сторонники оппозиции количественного смягчения становятся все больше и больше в рядах ЕЦБ. Во-вторых, можно вспомнить, что у количественного смягчения существует объективный лимит, который ограничивает моральный риск с точки зрения фискальных расходов. Эта доля современного долга членов ЕЦБ не может превышать 33% от общего объема активов на балансе ЕЦБ. Ходили слухи, что новый раунд количественного смягчения, то есть скупка бандов в таком виде, сколько это потребуется, и такой же длительностью, сколько это потребуется. Такая скупа потребует увеличения этого лимита в 33%, однако по итогам заседания стало ясно, что данный лимит остается неизменным. И в таком случае при озвученных объемах скупки бандов в 20 миллиардов евро в месяц, из которых 5 миллиардов уйдет на корпоративный долг, по расчетам аналитика Фредерика Дук Розетта, у ЕЦБ всего лишь есть 9 месяцев, чтобы скупать банды. Например, через 9 месяцев уже не останется возможности скупать немецкие банды в суверенный долг, потому что этот лимит уже будет исчерпан. Поэтому не совсем ясно, что имел в виду Марио Драгик, говоря о том, что количественное смягчение будет продолжаться до достижения инфляции в 2%, то есть подразумевал неограниченную длительность проведения данной меры. И поэтому получается, что либо есть ожидание, что это произойдет в течение месяцев, в течение 9 месяцев, что инфляция ускорится до комфортного уровня, либо правительство ЕС санкционирует увеличение данного лимита, либо будет меняться композиция ежемесячных покупок. Банды каких-то отдельных стран будут занимать большую долю в балоте активов ЕЦБ. Но самый вероятный вариант, естественно, второй, то, что будет санкционировано повышение лимита, однако допустит ли этого оппозиция в рядах ЕЦБ. Это пока неизвестно, но, скорее всего, это также является причиной, почему Евро засомневался в словах Драги о том, что количество смягчения будет продолжаться столько, сколько это потребуется. На сегодня у меня все. Спасибо за ваше внимание. Увидимся с вами в понедельник.